Малыши мои здесь плавают, прям вау, супер, Машуня. Маюш, как тебе здесь, дочур? Огонь? О, как красиво, смотрите, мы подошли, и здесь приходит целый водопад. Просто нереальная красота. Ребята за границей, это мы заграничники! Всем привет! Друзья, мы приехали в Паму-Кале! Мечка говорит, в горы приехали. Да, такая красота, просто нереальная. Это одно из самых красивых мест в Турции, да? Это Паму-Кале. И древний город. Здесь был древний-древний город, смотрите, камни какие лежат. Такое потрясающее место, просто фантастика. А вот мы сейчас пойдем вон туда купаться, на эти источники. Видишь, Мечка, смотри, это такие были здесь стены, по которым теперь люди ходят. Вдалеке, как красиво здесь. Ну все, погнали. Здесь очень удобная парковка есть. Мы приехали сюда, прям припарковались. Вот, все очень удобно, продумано. И сейчас мы пойдем вот туда гулять и пойдем купаться в термальные источники. Да, Мьюш, пойдем? Мы как раз приехали, золотой час. Сейчас поснимаем видео. Здесь надо таймлапс обязательно заснять, красивый. Вот, так что... И сейчас как раз очень приятная температура. То есть примерно сейчас 25 градусов, конец сентября. 25 градусов тепла. Погода супер. Очень классно. Да, мы идем. Маму берем, пойдем, да? Да. Ням-ням. Ням-ням. А Мия говорит, ням-ням надо идти. И вот мы добрались до центрального входа в этот древний город. Как называется? Иера. Иерополис. Второй век до нашей эры. Именно здесь находится древний город Римской империи. И здесь... Находился, наверное. Находился и находится. Ну, находится. То, что от него осталось. Да, то, что от него осталось. Вот. И как раз здесь эти источники... Как они? Солевые источники? Леопатрию. По Муккале. Написано название города и как вообще он выглядел. То есть там, наверное, столько обитало людей. Кстати, очень удобно, что даже на русском есть. Третий век нашей эры. Да? Ну, мы смотрим по Википедии, да? Второй век до нашей эры. Кстати, это всемирное наследие ЮНЕСКО. Кто? Ой, красивый ЮНЕСКО. Ну, такой большой довольно, да, город? Да. И здесь можно посмотреть, как он вообще из чего состоялся. Где улицы были. Да, вот Колизей остался. Ну, не Колизей, а амфитеатр. А вот здесь Колизей, да, седьмое. А гора. А гора – это рынок. Рынок, да, рынок был. Представляете, раньше люди здесь две тысячи лет тому назад жили здесь, основали этот город в шикарном, просто красивейшем месте. И у них было шикарное мороженое, Майя говорит. И мы его потом опробуем. Это шикарное мороженое. Да, Минюш? Да. А ням-ням будем. А мы подошли к входу. Действует целый год и открывает двери во многие музеи в Турции. И мы, кстати, уже не первый раз воспользовались ей, да. Мы во многие… Да, мы сэкономили достаточно количество денег, да. Плюс… А если так, сколько стоит билет? Вот, если так, вход стоит 275 с аудиогидом, либо 200 без аудиогида. Офигеть вообще. То есть, такая экономия нереальная, если имеешь ВНЖ. Ну, плюс, если вы, например, турист, то и планируете путешествовать по Турции. Да, можно еще… Имеет смысл, да, взять вот эту музейную… Да, музейный пас. Либо на 15 дней, либо на 7 дней, да? Либо такой. Ну, супер. Все, а мы взяли деткам бесплатный вход, да? Деткам бесплатно, Майечке 8 лет, вот такой вот бесплатный билет. Тоже, супер. Майеч, ты рада? Все, let's go. Кстати, за небольшую стоимость здесь можно покататься на гольфкаре. А не знаешь, Динара, сколько стоит гольфкар? Нет, сейчас узнаем. Да, сейчас узнаем, сколько стоит. Здесь можно взять гольфкар и прямо доехать до источников. Да не надо. Ну, Коля. Видишь, а вот, Майеч, написано промо… Это прокат. Но мы, кстати, идем пешком, потому что у нас этих нету этажей. Эти 740, а эти 530. А, то есть ты сам, получается, берешь и сам на них гоняешь? Ага. Говорит, а если самим водить, то 2 часа, а если с водителем, то 1 час. Классно вообще. То есть, может, 500 лир и можно кататься очень нормально здесь. Да, а вот, смотрите, здесь прям большая карта. Иерополис считается курортным городом. То есть, казалось бы, посредине материка моря нет, никаких песков, ничего нет. Но за счет того, что были открытые термальные источники, геотермальные, к которым мы, соответственно, идем, которые образовали вот известняковые породы, вышедшие наружу, многие древние римляны приезжали сюда для того, чтобы кайфовать. Тут огромное количество античных бассейнов, они где-то уже сохранились. Ну и, знаете, в каждом уважающем себя регионе Турции есть свой бассейн Клеопатры. В общем, Клеопатры, видимо, хорошенечко погуляла по городам турецким. Ну, в общем, да, здесь она точно гоняла активно. Но город, вот уже даже мы идем к нему уже, наверное, несколько минут, но мне кажется, он огромный. Тут, наверное, десятки тысяч человек жили, да? Ну, скорее всего, да. То есть, смотрите, есть амфитеатр, и он достаточно большой. То есть, надо полагать, соответственно, что здесь было огромное количество людей, вместимость была большая, территория города тоже огромная. Еще не все раскопали. Здесь по-прежнему продолжаются расходки, что-то еще не изведано. Что-то еще вот остается, смотрите, в свободном доступе. То есть, можно прикоснуться к античным статуям, к античным камням. Очень интересно. Нет, знаете, вот я бы сказал так, что мы были в Греции. Похоже. Но здесь в Дельфах намного хуже сохранилось все. Здесь это просто что-то нереальное. Тут вот эти куски стен, они прямо стоят, как будто вот недавно построенные. Вот эти, то, что сохранились эти столбики. То есть, здесь можно было бы реально предвкусить, что здесь было до того, как это все разрушилось. Вот интересно, почему этот город пришел в упадок? Что произошло? Почему он не стал, и он переехал вот этот Денизли, да? Денизли, город, который мы проезжали рядом. Как и вся Римская империя, она же пала. Да. Вот, я думаю, что как бы из-за того, что нет руководства, никому это ничего не принадлежит, уничтожились какие-то дележка территории, собственно. А мне кажется, здесь, мне кажется, землетрясение произошло по-любому. Чтобы вот такой город, огромный такой город развалился и перестал быть, ну, перестал как бы существовать, мне кажется, должно что-то такое глобальное произойти. Вот гуляем по этому городу, тут очень приятно гулять. Тут хорошие дорожки, можно ехать на колясочке. Вот, можно гольфкар, да, вот машинку снять. Так много народу причем помещается. Причем, по сути дела, всего 500 лир, то есть это сколько, 20 долларов, да? 20 часа. Побольше, да, там, получается, 30 долларов, и можно вообще кататься тут, гонять, рассекать на этом гольфкаре, весь город посмотреть. Вот, но мне здесь нравится очень даже растительность. Здесь ель, тут пальмы, тут дышится, тут воздух, воздух максимально приятный. Тишина, абсолютная тишина. В общем, место просто шикарное, даже с учетом того, что мы еще не дошли до источников. Сейчас дойдем до источников, посмотрим. Вот, но даже уже сейчас прямо все очень нравится. Очень красивое место, очень спокойное, тихое. Здесь вот зарядится энергией, особенно если у вас есть музейные карты, здесь можно просто бесплатно, хоть каждый день ездить и наслаждаться этой красотой. Вау, мы подходим к самому интересному, да? Да, да, да. Коронной фишки вот этого места. Здесь можно посидеть, есть столик, лавочка, удобненько. Подсветка даже на фонарике есть. Не должно быть сильно темно. Вау, смотрите, куда мы подходим, как красиво. Причем там есть, а здесь никого нет. То есть здесь пройти нельзя, непонятно. Но здесь супер, никого нет, если фоткаться. Здесь вот классно бы сфоткаться, так быстренько. А там, видно, купаться, наверное, можно. Выглядит потрясающе. И отсюда открывается вид на современный город. И вот солнышко скоро уйдет за горы. Очень красиво. Кстати, смотрите, еще какое-то дерево классное какое-то с ягодками. Кустики посадили цветочками. Все красиво сделано. И получается, что это фонарики тоже около самих соляных вот этих озер, которые, видимо, будут ночью как-то красиво подсвечиваться. Мы, скорее всего, даже это увидим, потому что уже закат будет через минут 20. Солнце зайдет, и будет все видно. Кстати, какое интересное место, что здесь есть. И вот это соляное озеро такое классное, да. И еще есть такие древние камни. Даже здание, какой-то амфитеатр сохранился. Очень насыщенное место. Есть и что посмотреть, и что попробовать. Вот чем пахнет, да. Вот чувствуете запах? Вот это, наверное, вот этим пахнет, мне кажется. Здесь такое ощущение, что очень много сохранилось. Выглядит как будто как примерно было. Удивительно, как смогло сохраниться. Видимо, специальные природные условия влияют все-таки на здание. Здание здесь много сохранилось. Если бы было бы землетрясение, то мне кажется, все бы освоилось. Ну, и так крепко строились, то может быть не разрушилось. Ну, тебя это, видишь, блок на блок, блок на блок. Да, крепко. Очень крепко. Подвинемся, здесь тоже машинки ездят. Смотрите, как красиво сделали такую террасу. И по каждой дереве сделали отверстие, да. Которое оно может расти, водичка питаться. Очень красиво все так и сделали. Там есть музейный магазин. И все люди вот здесь, вся концентрация людей, все фоткаются. Можно водичку потрогать. Правда, водички не так много, кажется, вот так вот. Скорее ножки помочить, чем искупаться. Но все же водичка есть. А, вот здесь можно и искупаться. А здесь ножки помочить, по одной стороне, согласно искупаться. Вода такого интересного цвета. А, вот там такое еще озеро зелененькое внизу. Мальчик, уже снял ботинки, готова занырнуть. А, водичка теплая. Здесь с Польской очень. Надо очень аккуратно идти. Мичка, сейчас мы до туда дойдем. Там Мичка сейчас понырнет. Классно, Маёша? На глубине. Вот здесь, на водности, на глубине. Вам не красны? Запах характерный, да, такой? Да. Есть запах соленовато. Такой соленовато-сернистый. А это, получается, сернистые источники. Да, Динара? Вообще, это кальциевые источники. Здесь серый не пахнет. Вы же знаете, как пахнет серо. Да, серый не пахнет. Это кальциевые источники, да? То есть, в этой воде много кальция получается. Нет, конечно, красота нереальная вообще. Ой, как холодно. А где теплые источники? Идем дальше. Такой дубак здесь. Нереальный, да. Мичка. Да. Сейчас бабушка тоже идет. Камеры несет наши. Вот видите, теплая вода там бежит. Люди сидят. Люди сидят. Вот чувствуете, что они не скользкие? Да, они не скользкие совсем. Здесь за счет того, что как будто мы по мелу идем. Машунь, как тебе, дочур? Классно? Майя, классно? А когда вода нереально теплая? Это вообще там холодная, а здесь она прям... Вода супер теплая. Девочки уже занырнули. Да, да, да. Прямо такая идеальная. 35, наверное, 36 градусов, да? Прямо такая температура тела, да. Кстати, да, наверное, даже теплее. То есть, наверное, 38 градусов. Мичка сейчас занырнет прямо. Она уже научилась купаться. Она молодец. И Машеньке здесь нравится, да, уже купаются. Помните, на Соленом море она соленая была вода? Она очень щипала ножки, да? А здесь ничего подобного нету, да? Очень приятно. Как тебе, мамулечка? Супер. Супер, да, вообще что-то нереальное. Прямо в таком еще... В таком ни разу месте не были, да? Как будто греют воду. Как будто греют воду, представляешь? Да. Огромный просто бассейн, и как будто греют воду. А все это термальные источники из-под земли прямо бьют теплым. А почему льется нам сверху, Саша? Льется это вот, и вода поднимается из земли, греется землей и поднимается наверх. Машунечка, пойдем, дочь. Машенька вообще занырнула, прямо вообще вылезать не хочет. Деткам очень нравится здесь. Здесь такой интересный переход. Классно, Маюш, вообще. Малыши мои здесь плавают, прям вау, супер, Машуня. Мичка, супер. Как девочка плавает. Маюш, как тебе здесь, дочур? Огонь? Огонь, да, я, я. Ну, мне, правда, становится уже прохладно. Тут выходишь, когда вылазишь, уже проходно. Да, вылазить отсюда не хочется совсем. А как ты думаешь, наши часы выживут? Покажи часики. Еще работают? Да, хорошо. То, что уже часы искупнулись, да? Интересно, влияет на них кальций? Здесь очень классно, что здесь не проскользнут, да? Не скользко. Только где водоросли растут, то там, да. А так, что не все-то. Мы взяли одежду с такой запасной. Как мы пойдем? Ну, как-то пойдем. Надо придется динарик ходить в магазин, купить какие-то... А, у нас машины, да, есть машины, кстати. Да. И взять одежду, потому что не надо, чем у каждого не нужно. У нас именно девочки. То есть лучше бы полотенце брать, да, все-таки? Ну, где бы надо полотенце? И одежду свинной. У меня нет одежды свинной. У меня предыдущие. Ну, я никак не ожидал, что такое прикольное место по Мукале. Это взоры красивые вообще. Да. О, какое. И все это образовалось более двух тысяч летом. Холодная. Холодная. Холодная вода. Вот это второй бассейн. Мы пришли во второй бассейн. Ну да, здесь он уже реально заметно прохладней. Смотрите, 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 как хорошо. Ай-яй-яй, да. Смотрите, здесь уже соли, кальций, да? Вот здесь уже ее намного больше. Ну что, Маюш, здесь вода намного холоднее, да? Смотрите, какая она обычная. Да, под водой чувствуется мел как будто, да? Как будто по мелу ходим. Знаете, такие красивые разводы, когда вот так вот украсывают воду. Волосы, обычно волосы вообще будут все белые. Я убираю волосы, чтобы лечь. Да, как будто в мел. Давайте я лягу. Ага. Или дальше идем до нижнего, там еще лягу. Давай до нижнего. Мне интересно, просто внизу будет прохладней или теплее? Давайте посмотрим быстрее. Здесь, конечно, вообще красота. Просто вид, просто бомбический. Мы приехали как будто чисто посмотреть, и все как бы. Надо рассчитывать, что здесь хотя бы, мне кажется, час-два спокойно. Минимум, минимум час-два. Здесь в каждый источник попадает водичка. И она, вот эта вода теплая. А здесь уже вода прохладная. Чем ниже мы идем, тем прохладней становится источник. Поэтому, наверное, самая комфортная была вверху. Да, все холоднее и холоднее. Водичка остывает очень быстро. Но классно идти по этим узорам. Массаж такой для ног. Просто нереальная красота. Это уже четвертый бассейн сверху. Субтитры создавал DimaTorzok А мы идем все ниже и ниже. В сумме здесь, наверное, порядка десяти бассейнов. Вот таких. Чем ниже спускаемся, тем меньше людей. Вот, наверное, лучше всего спускаться вниз и делать вот замечательные фотографии. Красивые. А здесь очень интересно. Бассейн переполняется. И водичка стекает, водичка стекает в другой бассейн и заполняет другой бассейн и так далее. И в итоге, наверное, вся вода потом стекается вот в это водохранилище. Или что это? Озеро небольшое. Прудик такой. А вот там внизу много птиц. Что они там делают, непонятно. Кстати, уже включилось освещение. Маюш, ну что, мы в какой уже, наверное, седьмой бассейн приходим, да? Вообще супер. Тут так романтическая такая обстановка. Включился прожектор. Народа уже мало. Народа нет. А вообще работает до восьми часов. Здесь можно до восьми часов наслаждаться. Я буду с шикарным видом. Да, с шикарным видом, да. Приходите к вечерку, берите с собой что-то такое, может, перекусить. И сидите прям кайфуйте. Да, супер. Вау, Маюш, это мел, дочур. Может, сделаем здесь мелки с собой, возьмем? Они засохнут, да? Они засохнут, да, и потом будем рисовать на земле. Видишь, это кальций. А получается, несколько лет назад, когда мы приезжали, реставрировать периодически то одни, то другие террасы, их реставрировали, и нельзя было на них заходить. И даже в то время, по-моему, калия была закрыта из-за этого, потому что народу много, и оно вымывалось, как-то вытаптывалось. Да, ну, наверное, как раз в ковидное время, да? Или до? А, да, даже до ковидных, да. Установили, все классно. Все установили, да, сейчас красота вообще. А, тени, у-у-у! Маюш, да, соберем мел, сделаем. Будем рисовать с девочками. Да, подсветка очень классная. Смотрите, вот эта, она теплее. Да, она теплее, да. Ну, здесь очень скользко, здесь прямо очень скользко. Очень скользко. Да, вот я иду, прямо очень опасно. Ну, подожди, ну, о, давайте, смотрите, кто-то плавает там, зверь какой-то. Мы жука нашли здесь. Прямо плавает в этих источниках. Ну, если реально, что до них даже, может быть, реально снизу не выплывет водичка. Оса все уже, наверное, не выплывет. Дно такое супер, как будто мы в какое-то болото встали, Вот вам, в тишином видео. Ну, здесь теплая вода, да? Здесь такая, не... Самая теплая была там, на самом верхнем источнике. Но здесь тоже приятная. Можно было здесь занырнуть. Здесь идет фотография, например. В общем, потрясающее место. Уже, смотрите, по месяц уже, месяц выглянул. Вид на город красивый. Да, вид на город отсюда красивый. Ну, я думал, что здесь источники, они перепадают один в другой, и все холоднее и холоднее становится. Но нет. Получается, что вот этот источник, он каким-то образом все-таки снабжается теплой водой. А где же он настаивается? В него ничего не капнет. Ну что, пойдем, дойдем до конца? Я бы советовала с собой взять опасную одежду, там одеяло такое делать, полотенце хотя бы, чтобы когда выходишь на свежий воздух, оно прохладненькое. Вот, было бы комфортно вытереться и переодеться. Ага. О, как красиво. Смотрите, вы подошли, и здесь как и... И ходит целый водопад какой-то, да? Я так и думал, что вот эта вода стекает вот в этот пруд. А, но он зеленый, а здесь вода красивая. Здесь все стекает, да. Смотрите, по-другому с собой надо взять полотенечко и одежду переодеться. Ну, кстати, вот машинку можно не брать. У меня в ручек уже быстро. Да? Я футболки... Не, она видно, что у тебя мокрая. Ну, она мокрая, но мне это не холодно. Ну, днем, может быть, и не надо, вот ветер надо. Сейчас конец сентября. Температура сейчас у нас получается здесь 26 градусов. Идеально, просто идеально. То есть не нужно, нету холодного воздуха, нету ветра. То есть, в принципе, даже и кофта не нужна. То есть, в принципе, комфортно. К вечеру я бы что-то пододелала. Кстати, смотрите, а машинку можно и не брать. То есть, расстояние небольшое. Если вообще еще и без детей, если только взрослые, дойти очень быстренько. Да, с детками тоже, если коляска есть, тоже можно спокойно. Ну, да, просто нести пришлось. А у нас в сухом виде. Ну-ка, мы дошли до какой-то. Это еще не последняя или последняя? Не последняя, смотри, сколько еще там. Вот там непонятно, вода везде есть, нет? Нет, мы, наверное, туда не поднимемся. Ну, кстати, смотрите, вот здесь такая водичка, она похолоднее. Ого! Вот, наверное, я и говорю, что когда говорили, что устанавливается, да, что даже отваливалось местами. И там уже просто идут камни. Смотрите, как красиво, когда отражается, когда снизу смотришь, да, какое-то отражение этих скал в воде. Вау, так красиво! То есть, дерево растет даже из этих камней. Такое ощущение, как будто это просто взяли гипс, наложили на эту стену, ну, на эти, ну, как на скалы. И вот тебе, на, тебе сделали. Как будто это все сделано искусственно. Но нет. Этому месту уже очень много-много лет. Ну, видно, его часто реставрируют. Ну, да, реставрируют, да, потому что, ну, как бы вот... Уникальное такое место. Классно, что они это все поддерживают, да, что до сих пор это уцелело место. Причем, очень странно, мы не заплатили ничего. То есть, всех... Музейная карта? Музейная карта. Это 60 лир, но мы можем по этой музейной карте абсолютно везде путешествовать. То есть, по идее, такие места должны браться в любом случае, с любого туриста. Без разницы, это местный турист, не местный. Но в Турции, как всегда, она сильно удивляет в этом плане. То есть, как будто какой-то коммунизм здесь, все бесплатно. Вот, и эта карта за 60 лир, а можно посетить абсолютно любой вот такой национальный, как можно сказать, национальное достояние Турции или национальный парк. Смотрите, мы подходим уже ближе к концу, и как красиво, как видно, открывается. Здесь прям такие белые, как все белое вокруг, да, вот здесь фоткаться. Если фоткаться, то, наверное, вот здесь надо фоткаться. Потому что на всех вот этих брошюрках изображают вот это место, в котором много вот этих террас, да. Только вот здесь получается, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь бассейнов. То есть, в сумме где-то 14 бассейнов получается всего здесь. Да, но бассейны большие, которые специально, да, сделали. А вот эти, как бы, естественно, такие перепады очень классно смотрятся. Ну, действительно, здесь можно было бы спокойно выйти. Вот я смотрю, все люди идут, они просто проходят. Да, 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 видно к дороге выходят. И все, то есть, наверное, можно было бы оттуда, по идее, вот не знаю, просто можно было бы оттуда выйти, ой, то есть зайти оттуда, скорее всего, нет, скорее всего, там только выход. А, ну, может быть. Ну, я думаю, нам надо возвращаться, да, пойдемте обратно. Да, возвращаемся. Но все рабочие, все рабочие бассейны основные, да, это все-таки вот до этого, да, дальше уже какие-то бассейны такие. Ну, может, пофоткаться-то и хорошо, когда никого нет, да, ну, именно купаться на этом. Ну, посмотрим, может, мы еще завтра сюда приедем, да. Да, очень понравилось. Неожиданно оказалось интересно, красиво. А здесь есть еще музей-шоп, можно купить всякие сувениры. Ну, мы сейчас пойдем там покупать, да, на выходе. Я что заметил, очень дешево стоит кукуруза. Она, правда, мне здесь не понравилась, невкусная, но она вот такая большая баночка стоила, получается, 30 лир. То есть, в принципе, очень выгодно. А там стоило. Да, а где мы были, помните, в этом были, на Черноморском побережье? Там вообще 150 стоила такая баночка. Да, все, побежали. Мы зашли в магазин, это, в макет-шоп. Да, в сувенирный магазин мы зашли. Давай, расскажи, что тут есть. Это что? Порошийный песок. У меня песок, это. О, смотрите. О, Турция. Красный стук, мне нравится. А, еще такие есть. Я не видела таких раньше, вот. Помуккали. Так, вот есть книжки. То есть косметика из розы. Одежда. Это косметички, наверное. Косметички, рюкзаки. Это турка, чтобы готовить кофе. А, это что? Это чтобы молоть кофе, либо молоть перчик. Молодный звук. Много чего? Мыло, наверное. Мыло. Это, смотрите, раскапывать, и потом такие будут все на штучки. Поставить веньки, раскапать, сделать, и получилось. Набор юного археолога. А, вот это два, три. Вот такие вот. Какой у них три? Поблички. Чем? Почему? Может, одну? Хватит вам одной? Давай. Кажется, бьет псевдопис. Мистематические карты. А вот монет стоим, не смотри. Можно обменять, вот, расплатиться валютой. Курс немножечко не такой, как у банки, но тем не менее. В магазине, смотрите, также можете получить скидку по музейной карте 10% на сувенирную продукцию. Мне кажется, очень классно. Эти марки не настоящие. То есть, если вдруг вы захотите отправить открытки, вот мы сейчас взяли кучу открыток, захотите отправить с открытки себе домой, марки нужно покупать на почте. Вроде мы шли были фонари, но оказалось, они светят очень слабо и очень точечно, и поэтому идешь, конечно, в темноте, в конце уже так идти по фонарикам подсветили от телефона дорогу. Да, то есть, будьте осторожны, приезжая сюда вечером, потому что освещение здесь работает очень слабо, то есть, подсвечиваются только магазинчики. Ставим лайки, если вам понравилось видео, подписывайся на канал, нажимаем колокольчик, и всем пока-пока!